Ситуацию в Украине подробнее обсудим с корреспондентом Дочи Вали в Киеве, Ником Конноле. Ник сейчас на связи со студией. Ник, западные СМИ сообщают, что Украина уже якобы начала наносить удары, чтобы подготовить планируемое контрнаступление. Понятно, что информация о начале контрнаступления засекречена. Тем не менее, есть ли какие-то сигналы от властей военных? Мне кажется, сигналы наоборот противоречивые. На днях президент Зеленский в интервью BBC говорил о том, что, по сути, надо подождать. Еще не дошло в полном объеме то западное оборудование, которое необходимо для проведения контрнаступления. С другой стороны у нас сегодня появилось интервью Алексея Данилова из Совета безопасности, который говорил о том, что Украине, наоборот, надо спешать, что до зимы хотят закончить войну и все-таки вернуться на международно признанные границы, то есть все-таки заставить российскую армию уйти. То есть такие вполне себе противоречивые друг другу сообщения. Мне кажется, это очень характерно для такого времени. Похоже, было в прошлом летом в ожидании первого наступления украинского, когда вся речь шла о Хрессоне. В итоге все началось в Харькове и гораздо позже. А до того, как полномасштабное наступление внезапное началось, было очень много внимания к каким-то достаточно мелким передвижениям на фронтах, на севере Харсонской области, где в течение нескольких недель Украина могла возвращать под свой контроль какие-то села. И это с очень большим вниманием обсуждалось. Но в итоге все самое важное и все-таки главное событие произошло гораздо позже. Так что у нас, мне кажется, такое сейчас тревожное время ожидания. И, мне кажется, мы узнаем о том, что оно началось с опозданием. Все-таки военная цензура и очень мало рапортеров на местах. Так что когда оно будет, оно будет, я думаю, гораздо масштабнее, чем пока этого было. И, к сожалению, вот все-таки находясь вдали от фронтов, гораздо сложнее все-таки понимать, оно ли это. Никакое контрнаступление, когда оно начнется, наверняка будет сопровождаться российскими ударами по украинским регионам, в том числе, возможно, и по Киеву. Насколько спокойна обстановка в украинской столице, да и в других городах? Мне кажется, это главный итог этой войны. Все-таки страха перед Россией уже нет. Есть ощущение здесь, что Россия уже все, что может, отправила в эту сторону, за исключением атомных боеголовок. А тут на этот счет особо и не переживают. И понятно, что США все-таки дали понять российским властям, что это будет иметь колоссальный эффект, колоссальный урон для России самой, такое применение, даже если будет всего лишь, в кавычках, применено тактическое, то есть малоядерные какие-то системы. Так что мы видели на протяжении последних недель все лучше работает противовоздушная оборона. Была сбита даже ракета «Кинжал», гиперзвуковая, якобы с помощью американской системы «Патриот». Так что даже против баллистических целей теперь есть защита. И известно, что все-таки запасы у России не бесконечные. Мне сложнее гораздо сейчас производить новые ракеты при санкциях и при более таком тщательном все-таки контроль надзоре со стороны Америки, Европы в плане передачи, продажи России микросхем, которые нужны и для таких сложных ракет. Так что понятно, что впереди еще много сложных бессонных ночей, но качественно нового какого-то удара России против Украины, ну, такого здесь не привидится и особо люди об этом и не думают. Пока самой горячей точкой на фронте остается Бахмут, основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, чьи наемники на протяжении последних месяцев пытались овладеть городом, утверждает даже, что контрнаступление на этом участке уже началось, что давление на российских военных там сильно выросло. Он обвиняет и Министерство обороны в том, что они оставили позиции. Как Киев оценивает обстановку в Бахмуте? Ну, сообщения довольно скупые, за исключением объявления каких-то тактических, таких небольших сдвигов, побед. Насколько известно, украинским силам удалось продвинуться на 2 километра, что в условиях Бахмута, где бои идут фактически на городских улицах, это, конечно, много, но если немножко отойти, понятно, что при длине фронта больше, чем в 1000 километров, это не сильно там и много, по большому счету. Мне кажется, ожидать начала украинского контрнаступления в Бахмуте не стоит. Это район, где, по сути, там нескольких десятков километров от Бахмута, это те же рубежи, те же траншеи, в которых воевали с 2014 года. Там меньше всего было движение с начала полномасштабной войны, и там и россияне окапывались, так что все-таки внимание экспертов и военных все-таки приковано больше к югу, к Запорожской области, там, где гораздо сложнее удерживать фронт по сельским местам. И мы видим, что россияне там активно строят какие-то траншеи, какие-то ограждения, пытаются какие-то танковые рои строить, чтобы все-таки замедлить украинское наступление. Но где оно будет, когда, это действительно вопрос такой очень открытый, очень смелый эксперт, который ответит вам и скажет, именно там стоит ожидать в какое-то время наступления. Но все-таки ожидания колоссальные, и мы видим, что украинские власти опасаются слишком высоких ожиданий в плане этих результатов вот этого ожидаемого контрнаступления, пытаются всячески такой месседж передавать, особенно в сторону Запада, что Украине, возможно, понадобится и второй, или третья попытка, чтобы полностью вернуть себе всю территорию. И не стоит все-таки сейчас с Украиной столько спросить, и, возможно, после первого контрнаступления уже принуждать каким-то переговорам на условиях Москвы. Этого здесь боятся и хотят, чтобы все-таки терпение у западных союзников было все-таки чуть более длительное, чтобы дать время полностью воспользоваться теми западными системами вооружений, которые были поставлены за последнее время. Большое спасибо, Ник. Спасибо за работу в трудных военных условиях. Я напомню, что на прямой связи с Киевом был корреспондент Дойч Вэля в Украине Ник Куннеле. На Западе все больше политиков и экспертов уверены, что выиграть войну против Украины Россия не в состоянии. Поэтому в Кремле ради сохранения путинского режима могут попытаться сделать ставку на замораживание конфликта. Так считает и советник главы Офиса президента Украины, один из самых активных спикеров украинских властей, Михаил Подоляк. Он дал эксклюзивное интервью Дойче Вэля в Киеве. Предлагаем вам посмотреть отрывок из интервью в программе «В тренде». Вот с точки зрения оперативного анализа, с точки зрения оперативных оценок, ресурсных возможностей России, да, они сейчас очень настроены на то, чтобы превратить эту войну, вернее, снизить ее интенсивность существенно, уменьшить количество, например, ежедневных артиллерийских дуэлей и, соответственно, перевести в затяжной конфликт, заморозить. На это направлены все усилия его дипломатических структур, его пропагандистских структур, его лоббистов, которые в том числе продолжают работать в Европе и активно работают в Германии, например, и так далее. То есть их задача максимально заморозить конфликт, то есть оставить территории, которые сейчас оккупированы, в нынешнем статус-кво. Ну, то есть понятно, что война там не закончится. И оставить плацдарминна для России, которая будет продолжать атаковать Украину, но с низкой интенсивностью. Да, это единственный план, который дает возможность России не проиграть. Ну и, грубо говоря, не пойти на обнуление путинской элиты. Ну, то есть, соответственно, сохранение ему жизни. Сохранение власти. Конечно. Учитывая тот факт, что в России проживает там 140 миллионов, в Украине, ну, на сегодняшний день, хорошо, предположим, 36 или 35, наверное, учитывая беженцев и так далее, ясно, что это преимущество существует. Что с этим делать в Украине? Прямое, безусловно, преимущество присутствует в количественном плане именно с точки зрения живой силы. Но есть еще два фактора, которые нужно учитывать. Первое, это ресурсное истощение. А Россия в любом случае идет к своему ресурсному истощению, потому что они ведь считали войну в другой математическом анализе. То есть, они считали, что советского ресурса, накопленного советского ресурса, достаточно там для интенсивности недельной, месячной, на три месяца и так далее. Они даже предположить не могли, что война затянется на 15 месяцев, ну, как минимум 15 месяцев. И что будет она такой интенсивности, когда 50-60 тысяч выстрелов тяжелых калибров, основных калибров ты ежедневно тратишь. И, соответственно, вот это второй параметр. Ресурсная невозможность дальше вести такую войну. Соответственно, наоборот, кривая накопления ресурса в Украине идет вверх, а ресурс сегодня, то есть, это дальнее уничтожение врага. Ну, то есть, грубо говоря, вы накопили живой силы. Грубо говоря, вам поставляют много западных оружия. Конечно, конечно. Много снарядов, много ракет. Да-да, очень упростим. У них будет стоять там большая группа мобилизованных, например, 100 тысяч, а у вас очень много дальнебойных ракет. Тогда преимущество 100 тысяч не играет никакой роли. И, соответственно, оно очень быстро будет паритетно уничтожено. И вторая составляющая, это мораль. Ну, в России мораль полностью подавлена сейчас. Да, они еще продолжают играть в свою эту пропагандистскую игру. Мы тут защищаемся от НАТО, от чего-то. Там у нас были угрозы, плохие соседи и так далее. Но внутри-то они понимают, что это они пришли в чужой дом убивать, резать. Безнаказанно это делать. Но их начинают наказывать. А это всегда людей, которые приходят куда-то убивать количественно, это всегда сильно пугает. Потому что ты готов убивать, только если не получаешь обратной реакции. Ситуацию в Украине подробнее обсудим с обозревателем ДОЧВЛ Романом Гончаренко. Роман, украинское контрнаступление – это очень важная тема и для западных союзников. Может ли Запад как-то еще дополнительно сейчас помочь Украине? Может, конечно. Но это вопрос, насколько быстро он сможет это сделать. В ближайшей перспективе, я думаю, теоретически Киев может рассчитывать на, да и не теоретически, а практически, на обещанные Германии танки «Леопард-1». Это более старая модель, которую сейчас обновляют, модернизируют. И в ближайшие месяцы, я думаю, поставят Украину. Американские танки «Абрамс», которые, может, к концу лета, на начало осени будут поставлены. Возможно, также поставки дополнительных снарядов для артиллерии. Возможно, одна или две еще системы «Патриот» ПВО. Запад постоянно повторяет, что ему очень важно, чтобы у Украины были современные системы ПВО. И мы видим, что они эффективны. Вот эта помощь возможна. Но какой-то качественный рывок, что-то новое, вот эти, например, системы дальнобойной АТКМС американские, то есть, которые бьют на 300 километров, я не знаю, готов ли Запад сейчас их поставить. Возможно, но это будет зависеть от того, как будет развиваться контрнаступление. И, тем не менее, Великобритания как раз поставила дальнобойные крылатые ракеты. Как Запад отнесется к тому, что в ходе этого контрнаступления Украина будет наносить, например, удары и по целям на территории Российской Федерации, по военным целям на территории Российской Федерации? Украина говорит, что не будет бить по территории Российской Федерации. Пока нет оснований в этом сомневаться. Но Крым не считается российской территорией. Ни в Украине, ни на Западе. Поэтому, если Украина будет бить по военным объектам, а это очень важно, именно по военным объектам, а не по гражданским, на территории Крыма, то это будет воспринято на Западе как обычным продолжением войны, как и на других территориях, кстати, и там по Луганску, или Донецку, которые оккупированы Россией. Если же ситуация будет меняться, то здесь уже мы можем только предполагать. Как мы помним, в 1922 году Запад тоже очень сдержанно в самом начале реагировал, и были многие на Западе, кто считал, что не стоит эскалировать. Но как только были какие-то события, как в Буче, когда российская армия отошла, и все поняли, что там происходило во время оккупации, то и готовность Запада к поставкам новых видов вооружений, это опять возвращаясь к первому вопросу, тоже может возрасти. То есть если мы увидим, что в результате контрнаступления будут освобождены какие-то территории, и мы увидим там опять какие-то массовые могилы или еще какие-то ужасные вещи, то опять это может дать толчок Западу поставить Украине ту технику, о которой она давно просит и пока не получала. Например, самолеты F-16, истребители американские. Пока Запад, Соединенные Штаты, в первую очередь, как страна-производитель, не готовы к этому шагу. Россия готовится к украинскому контрнаступлению. Очень занервничал в последние дни основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, чьи наемники сейчас пытаются по-прежнему на протяжении уже месяцев захватить Бахмут. При этом Евгений Пригожин очень активно атакует, в том числе с использованием ненормативной лексики, атакует Министерство обороны, лично Сергея Шойгу, лично Валерия Герасимова. Новая атака, он пригласил Сергея Шойгу в Бахмут, чтобы он на месте посмотрел на ситуацию. Когда, ну, совершенно понятно, что этот конфликт должен когда-то и чем-то закончиться. Когда он закончится и почему молчит Путин? Проще ответить на второй вопрос. Я думаю, Путин молчит, потому что Шойгу ему очень дорог. Мы ведь все помним, что у них очень близкие тесные отношения, которые складывались не один десяток лет. Все эти фотосессии, видеосессии Путина с Шойгу в лесу, на рыбалке, это ведь неспроста. У них действительно очень тесные отношения. И Шойгу один из самых старых в плане как по времени пребывания на должности министров при Путине. Поэтому Путин не хочет его отпускать, не хочет жертвовать Шойгу. Я думаю, что он готов скорее пожертвовать, возможно, Герасимом, но оставить Шойгу на должности министра. Но, с другой стороны, давление возрастает. И мы видим, что война идет совсем не так, как хотел Путин в самом начале. И что растет недовольство также в рядах российской армии, я думаю, тем, как ей руководить Шойгу. Поэтому в какой-то момент, я думаю, что скорее вопрос недель, встанет вопрос, кто уйдет, Шойгу или Герасимов. Путин не сможет довольно долго держать и того, и другого.